здравствуйте друзья здесь демитков юрий ситуация на рынке сейчас очень сильно меняется очень резко я два дня был в москве и я уже говорил что я поеду в открытие я был в открытии брокер на семинаре в понедельник семинар вел ведущий аналитик открытия брокер сергей хистанов ну я решит там было крайне интересно это было крайне интересно для меня по крайней мере и масса всего полезного в принципе семинар был посвящен теме облигаций она не такая может быть интересная но и по теме облигаций я почерпнул для себя много новых каких-то идей оказывается там тоже можно очень даже неплохо зарабатывать вот и почему брокер сейчас последнее время все больше и больше мне присылает идей про облигации ну потому что ожидаемый вот этот вот падение и ожидание всего и я тоже самое но не верил что вот этот вот рост будет продолжаться вечно и последнее время вы видите что я но с лета все активнее и активнее рассказывал про но ты это неспроста потому что но ты позволяют получать доходность вот про который я рассказывал 20 процентов годовых даже если акции упали на 15 процентов сейчас вот только что мне пришло письмо о том что вышла новая но это правда для квалифицированных и инвесторов но она очень очень интересно там гирот пуд это вообще классная штука на три года можно пересидеть масса было интересного вот на семинаре он рассказывал и свое видение и про коронавирус и про облигации и про доллар рубль и про золото там спрашивали и про циклический кризис я выложил все это вот просто вот все что записал в открытом доступе ну я это согласовано в принципе вот поэтому если хотите посмотрите в полном объеме масса всего интересного когда я был на семинаре в открытии в понедельник ну как бы вот это была одна жизнь но после этого произошло во вторник уже я тоже был в москве и в открытии тоже произошло очень значимое событие я когда ехал уже из открытия в 6 часов вечера на все рынки скакнули почему потому что федеральная резервная система внезапно собралось на внеочередное собрание и внезапно же опустила ставку рефинансирования сразу на 0,5 пункта это очень много и если вы посмотрите вот семинар в открытии хистанова но он говорил что в принципе так и ожидается что потихонечку будет ставочка снижаться вот но не так резко сначала все рынки к чему это приведет ну и что это такое что то такое снижение ставки фрс это значит что деньги становятся дешевле американский доллар становится дешевле становится более доступным то есть ставки по кредитам падают в америке и все остальные ставки то есть американский доллар становится дешевле и по идее если доллар становится дешевле то значит все что номинировано в долларах все То, что можно купить за доллары, становится автоматически дороже. Понимаете? Ну, для чего это было сделано? Для того, чтобы влить бешеное количество долларов на фондовый рынок. На самом деле, потому что для того, чтобы индекс S&P 500 не падал. Так вот, индекс S&P 500 в ответ на это встрепенулся вверх, но ненадолго. Он упал. Он снова упал. И вот это уже печальный факт, потому что что будет дальше, никто не может сказать. Будет падение дальше или нет. И вероятность того, что оно будет дальше, оно повышается. Ну, что делать в этой ситуации и что делаю я? Ну, я делаю одно. Сергей Хистанов рекомендует совсем-совсем другое. Я рекомендую очень сильно прислушиваться к его мнению, не к моему, потому что вы не сможете повторить то, что делаю я. Это крайне рискованная стратегия. Давайте посмотрим на графики. Смотрите, вот сейчас вы видите график нефти и график индекса S&P 500. Вот сейчас я показываю. Вот график индекса, часовой график. Вот что произошло вчера. Вот он скакнул чуть-чуть вверх. Вот здесь вот примерно ставка была понижена и снова опустился. Все. Потом он вернулся. То есть, фактически никакого влияния единомоментного на фондовый рынок это не произвело. Ну, он уже начал немножечко отскакивать. Ну, в общем-то сказать, ничего. Я сейчас читаю всякие, ну, комментарии в телеграм-каналы и там говорят, что мнение аналитиков такое, что акции начнут расти с вероятностью 50%. Ну, а с вероятностью 50% будут падать. В общем, состояние крайней неопределенности. Что здесь делать, непонятно. Нефть, так же, как и акции, немножечко подросла. Вот, ну, она устаканилась тоже более-менее на одном уровне. Ну, я уже показывал, что делаю я. Вот моя, то есть, я двигаю позиции на самом деле. И вот у меня есть позиции. Я, вот на это не смотрите, это по доллару позиция. Кол Си, которая. А здесь я все свои позиции просто двигаю. И у меня, ну, кто-то говорит, что достаточно рискованная. Мне вот астроном пишет, что крайне рискованная. Я вам советую прислушаться к тому, что он пишет. Потому что действительно эта позиция крайне рискованная. И если вы не понимаете, то лучше в это не лезть. Вот у меня по нефти бренд. Сейчас я вам покажу вот эту окошечку. Вот стратегия. Посмотрите, сейчас у меня вообще идеально все. На самом деле, я считаю. Посмотрите, как шикарно все. Вот она, вот плоская такая вот. Вот темно-синий график вы видите, да, сейчас. И вот она вот сейчас нефть, текущее состояние. Вот если сюда движется, то это значит нефть падает. Если сюда движется, то значит нефть растет. И, соответственно, нефть падает. Пока она будет падать до 50 долларов за баррель, я сплю спокойно. Вообще могу ни о чем не париться. И если нефть растет, то вы понимаете, до 57 долларов за баррель я тоже могу не париться. И эти позиции у меня 26.03 должны закрыться. И мне надо досидеть, чтобы вот эта вот темно-синяя линия сработала именно 26.03. Потому что до 26.03 идет все мои деньги. Это вот красная линия на самом деле. Или голубая. Голубую и красную. Ну, красную я не могу менять. Темно-синюю, в общем-то, не могу менять. Это самый последний срок. А красную я могу менять. Она будет постепенно приближаться. Вот голубая линия к темно-синей. Она будет постепенно приближаться. Вот 23.00. Видите, она еще ближе приближается сюда. И, соответственно, все будет. Вот тогда я, если ничего не изменится, тогда я получу максимальную прибыль. Но чем ближе к этому сроку, тем больше будет прибыль. Что касается индекса РТС. У меня тоже есть на индекс РТС примерно такая же стратегия. Но эта стратегия, вы видите, она смещенная. Она смещенная вот сюда. То есть в сторону падения индекса РТС. То есть я считаю, что индекс РТС, это индекс московской биржи, выраженный в долларах, он будет падать. Все-таки я не жду роста индекса РТС. Поэтому сейчас вот у меня вот здесь вот. И если он будет падать, то, в общем-то, у меня вот до сих пор будет какое-то падение. Но потом снова бешеный рост. Вот так. И пока вот, если он вот здесь вот находится, то, в общем-то, я нахожусь на максимуме. Вот. И какой этот максимум? Сейчас давайте мы посмотрим, какой это максимум. Я, вы видите, ничего от вас не скрываю. Вот сейчас мы находимся в личном кабинете открытия брокер. Денежные средства 322. Я туда прямо, вот честно и откровенно признаюсь, вчера я туда перевел денег. 100 тысяч рублей с другого рынка. То есть, понимаете, смотрите, когда я рассказываю про свои стратегии, мне говорят, что вот под завязку и так далее. Да, действительно, это так. Я очень сильно рискую. Но у меня есть резервы, которые лежат просто на других рынках. И я могу перебросить для того, чтобы как-то скорректировать позицию. Если у вас нет таких резервов, то, в общем-то, лучше этого не делать и не пытаться повторить за мной мои позиции. А что нужно делать, я скажу в конце. Ну, да прямо сейчас могу сказать, что нужно делать. Нужно для того, чтобы управлять этими позициями и понимать, что это такое, нужно приобрести курс по опционам мой, который сейчас полным ходом идет. И без понимания, бесполезно здесь что-либо делать. Повторить это невозможно. Я вам точно могу сказать, потому что все зависит от времени, все меняется. И я не могу вам просто сказать, вот купите вот это, ну а потом я-то поменяю. Я вчера все утро двигал позиции по опционам. А вы не сможете этого сделать, если вы не понимаете. А я не буду об этом рассказывать в прямом эфире. Вот, ну вот посмотрите, вот у меня купленные опционы PUT. Они куплены давно, еще в начале, потому что я ожидал падения. Я просто, ну как бы заложился на падение рынка еще давно. Это было где-то, ну, две недели назад, когда там было все еще сверху, все было хорошо, более-менее. И я двигал позиции, у меня были позиции еще и проданные опционы PUT, но я их выкупил. А вот эту, зачем ее выкупать, я ее оставил. Вот это вот самая моя большая надежда, конечно, потому что если индекс РТС останется ниже, чем 145 тысяч, то я получу достаточно большие деньги. Я получу разницу между текущей, текущей значением индекса РТС и страйком 145 тысяч. Я понимаю, что это неинтересно, но вот эта вот сумма может быть кого-то вдохновит. Сейчас здесь, ну, практически 700 тысяч рублей. Ситуация здесь меняется, там у меня пишут минусы бешеные совершенно, здесь надо иметь крепкие нервы на самом деле. Мне страшно даже представить, что я это все получу. Но вот если цена на РТС не сдвинется, до 145 тысяч он не вырастет, то, в общем сказать, скорее всего так и будет. Сейчас я вам покажу, где этот самый РТС находится. Вот он, РТС. Сейчас я... Так, вот этот вот РТС-индекс. Вот он, посмотрите. Вот 145 тысяч. Вот этот уровень. Вот он уровень 145 тысяч. Вот он, вот 145 тысяч. Вот, то есть, если не поднимется сюда, то я получу эти деньги. То есть, смотрите, ну, ориентировочно я, конечно, на этом заработаю. Ну, 1200, наверное. Но для того, чтобы это сделать, надо разбираться в опционах. Если вы этого не знаете, если вы не разбираетесь, то как хеджировать, ну, я просто не знаю. Если вы ожидаете, скажем, падения индекса РТС, ну, можно, скажем, купить индекс РТС. Скажем, если подешевле вы хотите, то это будет со страйком 125 тысяч, например. Давайте посмотрим, сколько он будет стоить. Примерно. Вот он, 125 тысяч. Теоретическая цена 1220. Давайте я... А, вот они у меня 11 штук есть. Я вам могу сейчас точно сказать, сколько это будет. 1220 это теоретическая цена. По 1280 готовы купить. Ну, то есть, 1300, грубо говоря. Давайте посмотрим, сколько он будет стоить. Покупка. Объем ГО. 2000 рублей. Фактически. 2000 рублей сейчас он будет стоить. Но если цена не опустится до 125 тысяч, то вы все эти деньги потеряете. Это страховка. Если вы ничего не поняли, записывайтесь на курс по опционам. Значит, ссылочка внизу. Деметков.юр.ком. Там есть курс по опционам. Но сразу могу сказать, что да, сегодня последний день цена небольшая. С завтрашнего дня цена точно совершенно повышается. Потому что она не может быть такой низкой. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам как-то помогло. Ссылочку сейчас вы увидите еще на семинар с Сергеем Хистановым из открытия, который ничего хорошего, в общем-то сказать, про текущую ситуацию не сказал. Ну, зато честно. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вас лайк. С вами был Деметков Юрий. 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 Продолжение следует...